Сегодняшний день посвящен чувствуя собственной значимости или чувствуя собственного достоинства. Нам очень часто говорят, что каждый из нас безумно достоин, безумно индивидуален, безумно значим. Но когда мы смотрим в обществе, когда мы выходим на улицу, то иногда мы чувствуем совершенно противоположные сообщения. Нам кажется, что ценятся только те, у кого классный статус, у кого потрясающие успехи профессиональные, кто потрясающий, невообразимо красив, невообразимо уверен в себе и так далее. И мы по сравнению со всеми этими людьми кажемся себе такими маленькими, такими ничтожными, такими бессмысленными, такими недостойными, не дай бог. И от этого ощущения нам становится очень-очень плохо. Когда мы не живем в соответствии с своим потенциалом, нам становится еще хуже, потому что мы ощущаем, что мы не реализуем то, для чего мы рождены. Сегодня в этой медитации мы попробуем поговорить с собой на тему этой собственной значимости и понять, что дает нам это ощущение, а что забирает в нас это ощущение, почему так часто мы не можем ощутить себя достойными, такими, какими мы есть, не пытаясь казаться или быть кем-то другим. Если вы готовы, тогда давайте снова сделаем небольшую медитацию, закроем глаза, уйдем внутрь себя, попытаемся расслабиться, попытаемся вспомнить все те направления мыслей, в которых я сегодня была, насколько меня тянуло в разные стороны, и теперь пусть ко мне наоборот придет ощущение того, что я вернулась, пришла в ту точку, в которой я хочу быть, в которой мне комфортно, хорошо, где я слышу себя, где я понимаю себя, где голоса окружающих не звучат громче, чем мой собственный голос, и где я четко понимаю, что мне нужно, что мне важно, из чего я хочу. И в этой точке давайте вспомним то ощущение, которое приходит ко мне, когда я понимаю, что Всевышний находится прямо рядом со мной, в этой точке моей жизни, Он наблюдает за мной, Он помогает мне, Он управляет меня, Он посылает мне людей, Он посылает мне книги, сообщения, мне возможности для того, чтобы я реализовывала свое предназначение, Он очень мягко, очень плавно направляет меня именно в то место, где я особенно нужна, для того, чтобы скрывалась моя суть, мой потенциал, и я чувствовала себя именно на том месте, на котором я должна быть. Что вы чувствуете, когда вы думаете об этом? Что вы ощущаете, когда вы ощущаете, понимаете? Чувствуете это любовь, которую не нужно заслуживать, Всевышний не дает ее только, если вы делаете что-то для него или для других, Он дает это просто так, потому что Он ценит вас по-настоящему и понимает, что вы нужны, очень нужны на этой земле. А теперь представьте себе человека, которого вы очень сильно любите, такой вот бесконечной любовью, не привязанной ни к чему, увидите этого человека перед собой, вспомните какие-то ситуации, которые были между вами, которые очень укрепили эту любовь. Как он преодолевал себя, рисковал чем-то, желает дать что-то вам, позаботиться о вас, сделать вам что-то приятное, то, что он не обязан был делать. Вспомните эти моменты, и пусть ваше сердце наполнится этой любовью. Теперь почувствуйте, что вы чувствуете в области вашего сердца, стало ли там более тепло, более спокойно. Слово вспомните, увидите перед собой этого человека, что он на него одето, что он делает, сидит, стоит. Как вы общаетесь с этим человеком. Очень хочется, чтобы вы полностью прониклись вот этим чувством теплоты, любви, принятия, благодарности за этого человека в вашей жизни. А теперь хочется, чтобы вы посмотрели на себя со стороны, может быть, в зеркале, а может быть, просто где-то, и увидели у себя с разных ракурсов. Опять же, вспомните, во что вы одеты, где вы находитесь, кто рядом с вами. И теперь всю эту любовь направьте на себя. Дайте себе эту любовь. Ощутите, насколько приятно, когда вся эта любовь направлена на вас, и насколько теперь у вас больше этой любви, для того, чтобы её давать другим. Почувствуйте, что внутри вас даёт вам это делать легко, радостно, спокойно. А какая часть вас сопротивляется, не хочет давать себе эту любовь, или не хочет принимать от себя эту любовь. Мы не делаем никаких выводов, мы не ругаем себя, мы не судим себя, мы ничего не делаем, мы просто наблюдаем, мы включаем любопытство. И теперь почувствуйте, насколько по-другому вы себя ощущаете, когда вы можете легко, неприценно, без оглядки, без страха дать себе эту любовь, и дать себе это принятие, и возможность чувствовать себя нужной, ценной, важной, необходимой на этой земле. С этими ощущениями давайте постепенно вернёмся в эту комнату, зная, что мы всегда можем вернуться в эту точку, и мы не должны зависеть только от любви, которую дают нам окружающие, потому что мы всегда можем заедить самих себя эту любовью, которая нам больше всего нужна, любви к себе, любви к людям и любви к нашему Создателю. Пять. Давайте вспомним быстренько то, что мы сегодня поняли в этой медитации. Четыре. Пусть наши ноги касаются земли. Три. Наша спина касается спинки стула. Ещё один глубокий вдох. И постепенно открываем глаза. Очень будет интересно, если вы выскажетесь в группе или мне в личном сообщении, о том, получилось ли у вас это сделать, какие были блоки, если они были, и почувствовали ли вы какое-то ощущение радости, когда это получилось. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова